Мы, жители больших городов, стараемся вести здоровый образ жизни и, конечно же, правильно питаться. Поэтому отказываемся от разных продуктов, считая их вредными. Например, сало или майонез. Они такие жирные. Но на самом деле некоторые продукты, которые мы считаем вредными, могут быть вполне себе безопасными и даже принести пользу. Кому нужно добавить в рацион сало и кому не стоит бояться майонеза? Насколько на самом деле кофе опасен для сердца и сосудов? И какую колбасу можно есть без опасений? Сейчас узнаю у нашего эксперта. Ольга Панова, нутрициолог. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как такое может быть, что майонеза бояться не надо? Потому что все же знают то, что если салат с майонезом, это значит, он потом будет где-то вот здесь. Бояться не надо. Надо бояться количества майонеза. Потому что, когда мы с вами съедим одну столовую ложку, например, в день майонеза, ничего страшного в этом нет. Он достаточно калорийный, с одной стороны. И те продукты, к которым он идет, ну, например, наш любимый всеми оливье. Конечно. Мы с вами понимаем, что там все продукты калорийные. И для того, чтобы салат такой был сочный, то и майонеза туда добавляется много. Поэтому, в принципе, если не хочется, чтобы, как вы показали, вот здесь это все отложилось, то лучше, чтобы это был продукт праздничный. Хорошо. А что вы скажете про яйца? Про яйца, что я скажу? Яйца, в принципе, это продукт ежедневного, допустим, моего рациона. Так и моего тоже. Говорят же, что нельзя есть. Нельзя есть много, потому что тут будет плохо. Нельзя есть мало, потому что здесь будет плохо. Но говорят же, что яйцо – это эталон по белкам, жирам, углеводам. Вообще яйцо – это чистый белок, конечно, потому что на 100 грамм яйца у нас 13 грамм белка. Чистого белка, хорошего, который легко усваивается. Другое дело, что, смотрите, если мы с вами съели, например, 2 яйца, то мы уже с вами получили дневную норму холестерина, которой нам достаточно. Дальше это уже будет все перерабатываться в тот холестерин, который нам не нужен. То есть яйца могут повышать холестерин? Они могут быть опасны в этом случае? Любая еда, если мы с вами ее едим большого количества, или, как есть анекдот, дайте мне таблетку от жадности и побольше, побольше, вот здесь как раз-таки проблема. И проблема именно в количестве, потому что любое большое количество, оно усугубляет какие-то другие вещи. Если вы съели много, значит, вы не съели чего-то полезного, другого, хорошего. Ну вот хорошо. Давайте. Сколько? Сколько не вредно. Мы убираем столько, сколько не вредно. Мы возьмем 2 яйца в день. Все, это безопасное количество? Да. Тогда идем в мой любимый отдел, поговорим о моем любимом продукте. Оля, добро пожаловать! Мой самый любимый отдел колбасный. Здесь даже как-то дышится по-особенному. Неужели колбаса настолько может быть опасной? Насколько? Ну, настолько, чтобы ее не есть. На самом деле, колбаса, чтобы она была достаточно, ну, сочная, в нее всегда добавляли сало. И хорошо, когда в нее добавляют сало. Ну, то есть это, в принципе, натуральный продукт. Ну вот, но вопрос количества. Допустим, когда мы хотим колбасы, из-за того, что там, ну, вот в этой, допустим, нет усилителя вкуса, а там, где есть усилитель вкуса, нам хочется ее больше и больше. Сало, на самом деле, очень хороший продукт. То есть, когда ты ешь сало, прорабатывается гормон, который утоляет голод. Но больше 30 грамм, в принципе, не рекомендуют в день сало. И если вы будете есть с утра, то, собственно говоря, вы дотянете до обеда, у вас будет утолен голод. А если вы будете это делать вечером, то все это сало будет откладываться у вас на боках и животе. Ну, то есть вечером сало не едим. Но все равно каждый день-то можно его есть? Каждый день можно. Мало того, я хочу сказать, что сало, оно снижает уровень холестерина. В сале есть арахидоновая кислота. Вот за счет нее и снижается уровень холестерина. Поэтому, если смотреть так широко, то это уникальный продукт. Сало боятся, друзья, не стоит. А колбаса, вот смотрите, есть же даже специально докторская, вот здесь есть. Давайте посмотрим. Докторская колбаса. Она же докторская. Значит, ее можно есть полезная? Если мы берем, например, состав этой колбасы сейчас и состав тогда, когда она была разработана, немножко две разные вещи, да? Ну вот смотрите, даже написано, например, вот докторская, ГОСТ. Значит, ну, по ГОСТу-то должна быть нормальная. Сленина, говядина, вода, молоко сухое обезжиренное, немножечко нитритно-посолочной смеси, какой-то яичный меланж, кто бы он ни был. Ну, это на самом деле сухие яйца. А, да? Да. Ну вот, состав-то неплохой, наверное. Здесь состав на самом деле неплохой, но, опять же, количество, да, то есть мы не переводчиваем с количеством. То есть если мы взяли колбасу, то мы не делаем бутерброд. Столько хлеба, столько колбасы и... То есть папе не доверяем делать бутерброд, делаем сами. Да. То есть можно, в принципе, чуть-чуть и докторской, и даже вот такой с жирком копчененькой. Но вот такой колбаски вот на бутербродик, чтобы он был вкусненький. В пене рекомендуется больше 50 грамм в день колбасы потреблять с более-менее хорошим составом. Оль, ну вот смотрите, если я утром делаю себе бутербродик с колбаской, нужно же еще и кофе выпить. Вот говорят, что кофе может как-то навредить нашему сердцу. Может навредить сердцу, если вы выпьете ведро с утра. Лучше ограничиться одной чашечкой, зарядиться и радостно проводить весь день с хорошим настроением. Ну все, значит, осталось только сейчас забежать за новой чашкой, потому что моя чашка как раз-таки похожа на ведро. Спасибо вам большое, что рассказали столько всего про продукты. И на самом деле сняли вот такой прям значок табу, особенно с колбасы. Вот за это вам огромное искреннее спасибо. Обращайтесь. Будьте здоровы и, главное, ешьте все продукты в меру. И чтобы ваше питание было разнообразным. Пока-пока. Пока-пока.